Важнейшее событие для всего региона в целом и для медицинского сообщества в частности. Буквально несколько дней назад в областной клинической больнице была впервые проведена операция по задней послойной пересадке роговицы с помощью биоматериала. Раньше пациентов с патологией роговицы или ее повреждениями отправляли на лечение в Москву. Сейчас аналогичные медицинские манипуляции будут проводить и у нас в городе, причем совершенно бесплатно. Квот на год 18. Пока была выполнена только задняя послойная, но по планам сделать еще и передние послойные кератопластики. Это операции, которые не выполняются ни в Костромской, ни в Ярославской, ни в Владимирской, ни в Нижегородской областях. Я очень надеюсь, что это позволит вернуть зрение не только жителям Ивановской области, но и соседних регионов. Операция длится 40 минут. От врача она требует полной сосредоточенности и ювелирной точности. После пациент сразу чувствует улучшение своего состояния. Зрение возвращается в считанные дни. Областная клиническая больница за год минувший сделала огромный скачок вперед. Улучшена материальная база, отремонтирована впервые за 40 лет операционная. Все для удобства пациентов, рассказывают врачи. Учреждение по классификации считается больницей третьего уровня. Такой, в которой на первый план выходят высокие технологии. В этом году впервые за длительное время ОКБ получит федеральное финансирование на высокотехнологичную помощь. На выделенные деньги будут закуплены дорогостоящие расходные материалы. У нас появятся новые операции. Операции сердечно-сосудистой патологии, сердце, это операции на клапанах сердца, это нейрохирургические операции и операции по офтальмологии. 202 операции будут выполнены дополнительно. То есть, вот 202 жители Ивановской области нет необходимости ездить ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, а можно это получить, здесь лечение в наших условиях. Вперед шагнула и педиатрическая служба в ОКБ. Открыта школа диабета, есть уже первые результаты. Количество экстренной госпитализации сократилось. В лоротделении стали проводить операции по восстановлению проходимости устья слуховых проходов без использования шунтов. Такая манипуляция менее травматична для маленьких пациентов. На 2018 год мы планируем открытие фриптологического центра. Сейчас рассматривается такая возможность. И введение кардиореабилитации для маленьких пациентов. В операционное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения неотложную помощь оказывают круглосуточно. Недавно здесь случилось очень важное событие. Появился второй ангиографический комплекс. Новейшее оборудование позволяет выполнять практически все рентгенохирургические манипуляции, связанные с внутрисосудистыми вмешательствами. Будь то диагностические или лечебные. Самое широкое направление – это пациенты с ишемической болезнью сердца, острыми расстройствами коронарного кровообращения. Стентирование выполняется у нас круглосуточно. То есть по экстренным показаниям это можно в любой день и в любой час эту услугу получить. К сожалению, это теперь услугой называется. Хотя на самом деле это высокотехнологичный метод лечения наиболее тяжелой категории пациентов, потому что ишемическая болезнь сердца и все расстройства коронарного кровообращения до сих пор остаются одной из основных причин инвалидизации и смертности трудоспособного населения, особенности мужского. В минувшем году выполнено 999 стентирований. Аппарат очень дорогостоящий, его цена 83 миллиона рублей. Но благодаря ему удается спасти сотни человеческих жизней. Экстренные вмешательства у больных с инфарктом миокарда должны быть проведены не позднее, чем через 12 часов после начала болезни. Ведь у этой категории пациентов просто нет времени ждать своей очереди. С этого года в нашем регионе врачи ОКБ будут проводить еще одну важнейшую рентгенохирургическую манипуляцию. Медики прошли обучение, закупили необходимые препараты и смогут выполнять химиоэмболизацию при раке печени и метастазах в этот орган. Проще говоря, метод позволяет значительно снизить дозу химиопрепаратов, доставляя их непосредственно в сосуды опухоли. Препараты, которые вводятся в больную кровеносную систему, могут попадать помимо нужной органов мишени во все остальные и могут вызывать осложнения, давать кардиомиопатию, поражение желудка, поражение поджелудочной железы. Здесь же непосредственно к злокачественному очагу подводятся лекарственные средства. Это требует высокой квалификации медика и наличия специализированного инструментария. Благодаря федеральному финансированию на год запланировано 30 таких лечебных вмешательств. Поскольку их будут выполнять впервые, определить потребность региона сложно. Подобные операции из ближайших субъектов проводят только в Нижнем Новгороде. Таким методом лечат первичные опухоли печени и метастатические поражения у больных колоректальным раком. Химия-эмболизация выходит на первый план в борьбе с метастазами. За год в областной больнице приняли 30 тысяч пациентов в круглосуточном стационаре, еще 200 тысяч проконсультировали или пролечили в поликлинике ОКБ. Цель на этот год амбициозная – сделать так, чтобы за медицинской помощью пациенты со всего региона не уезжали в федеральные центры и другие области, а получали весь спектр медицинских манипуляций в учреждении родного края.